Сила Госпожа Юндук Ким получила ожог третьей степени, облившись кипятком. Ожоги и состояние работы ее сердца серьезно угрожали жизни пациентки. Получив молитву преподобного доктора Джей Ро Кали, она почувствовала, что жар исчез. Были созданы новые ткани исключительно действием творения. Она начала новую жизнь. Лицо восьмимесячного Джеу Ли было обожжено кипящим маслом. После молитвы Джей Ро Кали кожа ребенка зажила в течение трех недель. И сейчас он нормально развивается. Кроме тех, о ком уже сказано, многие пострадавшие от ожогов полностью исцелились после молитвы преподобного доктора Джей Ро Кали. Сейчас они здоровы и уверенно чувствуют себя в жизни. Диакон Юн Соб Ким упал на землю с высоты пятого этажа. Он получил инвалидность первой степени. Несколько лет находился в позвоночном корсете. Тем не менее, он поднялся с коляски и стал ходить самостоятельно после молитвы пастора Джей Ро Кали. Подобная ситуация случилась с Шиллой Дивакой, проживающей в Дубае. Когда пастор Джей Ро Кали молился за нее, она встала с коляски и прославила Бога. В долгие годы женщина принимала много лекарств от десяти различных заболеваний, включая болезнь сердца и гинекологические болезни. Позднее она перенесла операцию по удалению коленного хряща. После этого передвигалась только с палочкой. После молитвы начала ходить самостоятельно. Тайваньский пастор Чен Чен Ман находилась в инвалидной коляске из-за перенесенного полиамелита и последствий дорожной аварии. После посещения церкви Ман Мин, она почувствовала, как укрепляются ее ноги и встала с коляски. Потом она начала ходить даже без палки. Пастор Джерудир из Сингапура тоже встала с коляски и начала самостоятельно ходить. Многие люди во всем мире бросили костыли, встали с инвалидных колясок и начали ходить самостоятельно. Встав, они начали новую жизнь, которую им дало могущественное прикосновение Бога. Пастор Лазарус потерял сознание и был на пороге смерти в результате острого желудочного расстройства. По молитве преподобного Джей Ро Кали, он вернулся к жизни и сейчас служит в Центральной и Южной Америке. Во время Крусейда в 2001 году на Филиппинах, молодой человек потерял сознание и упал от сердечного приступа. Его тело начало коченеть, но он пришел в сознание после молитвы преподобного Джей Ро Кали. Брата переехал 47-местный автобус. Колено его ноги было буквально раздавлено, но он поправился после молитвы пастора Джей Ро Кали. После серьезной дорожной аварии Джованна стала инвалидом первой группы. Приняв молитву пастора Джей Ро Кали, она бросила костыли и начала ходить самостоятельно. Продолжение следует...